Погаси долги за газ и тепло придет тот час. Акция по таким названиям проходит в эти дни в Волгограде. В ходе нее судебные приставы навещают горожан, которые не платят за коммунальные услуги. Подобные меры особенно актуальны в преддверии отопительного сезона, ведь, к примеру, только в Дзержинском районе областного центра коммунальные долги перевалили за 7 миллионов рублей. В рейде с сотрудниками службы судебных приставов сегодня побывала и наша съемочная группа. С подробностями Антон Талпа. Такие неудобные визиты приставы наносят неплательщикам завидным постоянством. Каждую неделю в руки к инспекторам попадает более 100 новых судебных предписаний в отношении должников, не оплачивающих услуги ЖКХ. За каждой дверью своей истории жизни. Кто-то потерял работу, кто-то просто не в состоянии сводить концы с концами. В результате кипа неоплаченных платежек и иски коммунальщиков. У меня произошла задолженность оплаты за электроэнергию. Ситуации жизненные разные, бывает так случилось. И они меня предупредили, что надо оплатить. Ну, в денежном затруднении вовремя не смогла оплатить. Сделали оплату через пенсионный отдел. В случае с Натальей суд обязал ее в течение трех месяцев выплачивать до 50% из пенсии в счет долга. Впрочем, приставы также вправе описывать имущество неплательщиков, запрещать им выезд за пределы страны, а дело злостных уклонистов направлять в суд, который может привлечь их даже к уголовной ответственности. Но, как правило, визит приставов действует на должников отрезвляющей. Столкнувшись лицом к лицу с исполнителями судебных решений, многие неплательщики предпочитают погашать задолженность, а не лишаться нажитого добра или того хуже свободы. А кто должен подъехать? Знакомому. Полную сумму оплатят? Да, полностью. Только в одном Дзержинском районе Волгограда долгов жителей за коммуналку в нынешнем году набежало на 7 миллионов рублей. Судебным приставам удалось изыскать больше половины этой суммы – 4 миллиона. С выходом на адрес пристав сподвигает должников оплачивать задолженность. Чем чаще мы выходим на адрес, тем быстрее должники оплачивают задолженность свою. Также, если задолженность не оплачивается сразу же, то обращается арест на имущество должника с дальнейшей реализацией. Подобные рейды сейчас в преддверии топительного сезона проводятся судебными приставами в ежедневном режиме. Ну и после подачи тепла, заверяют служители Фемиды, борьба с неплательщиками будет продолжаться. Ведь горожан, пользующихся коммунальными благами, но предпочитающих за них не платить, все еще хватает.